Так готовы, что даже не верятся. На фоне новостей о бомбардировщиках Дональд Трамп заговорил о войне с Северной Кореей. Его интервью сейчас на устах у всей Америки, ведь еще совсем недавно речь шла о переговорах. 39-й президент США Джимми Картер даже готов был ехать в Пхеньян. И вот оказалось, что в услугах миротворцев Белый дом не нуждается. Дмитрий Анопченко расскажет нам все детали. Чего только не наговорил Дональд Трамп о Северной Корее за эти месяцы, но его воскресное интервью Fox News все рекорды побило. Фразу по поводу силового варианта «Мы так готовы, что вы не поверите» сегодня вся Америка цитирует. Мы готовы ко всему. Мы так готовы, что вы не поверите. Вы будете шокированы, если узнаете, насколько мы готовы, если надо будет. При этом Трамп еще раз, куда уж откровеннее, намекнул «надо будет, так и войну объявит». Будет ли хорошо не делать этого? Да. Случится ли это? Кто знает. Предполагалось, видимо, что эти слова приструнят пхеньян, но они больше саму Америку напугали. Дело в том, что в американской политике долгие годы было принято. Первые лица страны или в своих выступлениях старательно воздерживались от упоминания крайнего варианта, или в обращении к нации уже объявляли о начале военной операции или боевых действий. Всегда было так или-или. Ведь для сверхдержавы нет ничего хуже, чем, как сейчас, угрожать войной, но ничего не делать. Понимая это, свое слово решила сказать разведка. Глава ЦРУ Майкл Помпео, который до этого старательно избегал комментариев, выступая на форуме в защиту демократии, признался, если Ким Чен Ын неожиданно умрет или исчезнет, не надо обращаться в ЦРУ за разъяснениями. И эта черная метка стала сюрпризом для всех. Ведь спецслужбы, в отличие от политиков, не привыкли разбрасываться словами. Дело в том, что в докладе, который ЦРУ сейчас предоставила в Белый дом, содержится очень серьезное предупреждение. Мол, у КНДР появляется все больше возможностей нанести удар по территории Соединенных Штатов. И именно сейчас момент, когда это можно и нужно предотвратить. А значит, как бы не смеялись над нелепыми формулировками в интервью Трампа, за ними могут стоять очень серьезные намерения. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.